Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед по посланию святого апостола Павла к Галатам. И сегодня мы говорим о пятой главе. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Обрезание — это обряд, который человек совершал в знак завета с Богом. И для язычника, который присоединялся к ветхозаветному Божию народу, к Израилю, было обязательно пройти через этот обряд, совершить обрезание. И спор между апостолом и теми, кто проповедует закон, состоял в том, должны ли обращающиеся из язычников присоединяться к ветхозаветному народу и принимать обрезание. Ну, там речь-то шла о том, что, конечно же, Мессия, конечно же, Господь Иисус является исполнением обетований, которые были даны израильским пророкам. Конечно же, он является спасителем еврейского народа, который был предсказан в Ветхом Завете много раз. И, исходя из этого, конечно, язычники могут присоединиться, но они должны стать иудеями. Они должны принять иудейский закон, они должны обрезаться, они должны принять там все пищевые ограничения, они должны жить по иудейскому закону. И апостол выступает против этого резко по двум причинам. Ну, во-первых, это создает огромный барьер, который не допускает язычников фактически, поскольку было бы все очень трудно. Это были бы такие дополнительные требования, очень трудовыполнимые. Но, что еще более важно, когда человек принимает закон, он этим подразумевает, что он пытается оправдаться закону. Что он думает встать перед Богом и сказать, Господи, я сделал все как надо. Я не убивал, не крал, не уже свидетельствовал, не прелюбодействовал. И я, к тому же, еще не ел свинины, был обрезан и соблюдал все, что предписывает Ветхозаветный закон. И апостол говорит, так не получится, вы так не спасетесь, потому что на самом деле вы согрешили. Вы не можете претендовать на то, что вы соблюдете закон или даже соблюдете его в будущем. Вы согрешили, это такова несомненная реальность. Если вы пытаетесь оправдываться законом, вы навлекаете на себя осуждение. И поэтому вы не должны принимать обрезание, потому что обрезание – это знак того, что вы хотите подчиниться законам, закону, и по закону пытаться оправдываться перед Богом. Если вы это делаете, вы показываете свое неверие во Христа. И поэтому он говорит такие резкие слова. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. И они, конечно, резкие, но они неизбежные, потому что если человек может оправдаться законом, то, как апостол говорит несколько раньше, если законом оправдания, то Христос напрасно умер. А зачем Христу умирать? Если я мог бы оправдаться своим соблюдением Божьих заповедей, если бы я мог оправдаться тем, что я все делаю как надо, то смерть Христа была бы просто излишней. Ну, вот и оправдывались бы все законы. И это относится не только к ветхозаветному закону, это относится к любым усилиям падшего естества оправдаться перед Богом личными усилиями, личными заслугами. Потому что тут возникает такая ловушка, когда человек, пытаясь угодить Богу, на самом деле утверждается в грехе, потому что грех есть самоупование. Грех есть, когда человек надеется на себя. Как в известной песне пелось «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И на самом деле человек не может добиться освобождения своей собственной рукой. И когда он пытается это делать, он демонстрирует наглую самоуверенность, которая сама по себе является греховной. И проблема в том, что религиозный, нравственный человек, который старается, который ведет приличную нравственную жизнь, он утверждает себя против Бога. Он говорит, Господи, ты мне еще должен выйдешь. Я вот тут все заповеди соблю, теперь за Господом долг. И апостол говорит, ну так не получится. Пытаясь оправдывать себя законом, вы загоняете себя в ловушку. Во-первых, вы не соблюдаете закона на самом деле, вы его нарушаете. Потому что вы грешники, ваше сердце разрушено грехом, вы не можете его соблюсти. Во-вторых, вы пытаетесь поставить свою собственную праведность на неправедность Божию. И до тех пор, пока вы пытаетесь оправдаться своими личными усилиями, вы оставляете Христа за дверью. Он, оказывается, вам не нужен. Потому что Христос умер за людей по закону осужденных. Христос умер за людей, которые не могли надеяться оправдаться законом. Потому что если бы они могли оправдаться законом, то смерть Христа была бы простой и ненужной. И поэтому, если я пытаюсь оправдываться законом, я тем самым отрекаюсь от Христа. И далее апостол говорит, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, «Ибо во Христе Иисусе не имеет сил ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». То есть, Христос может спасти обрезанных. То есть, конечно, Он может спасти иудеев. И Он точно так же может спасти язычников. И язычники совершенно не должны принимать ветхозаветный иудейский закон, чтобы они могли быть спасены. Потому что во Христе Иисусе это просто не важно, обрезанного или нет. Во Христе имеет значение вера, действующая любовью. Вера, которая соединяет нас с Иисусом Христом. И через эту веру мы обладаем тем, что Иисус Христос принес нам. То есть, Он принес нам освобождение от греха, которое совершилось, когда Он умер на кресте. Он принес нам свою праведность и свою вечную жизнь. «Вы шли хорошо. Кто остановилось, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себя осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы были удалены возмущающие вас. За что гонят меня, если я теперь проповедую обрезание? Тут с обрезанием, и апостол Павел дальше об этом упоминает, вот какая особенность. Дело в том, что римляне признавали религии, которые были достаточно старыми. Они не любили новых культов. Они смотрели на них с глубокой подозрительностью. Они считали, что это может приводить к каким-то там смутам, к каким-то восстаниям против римского государства. Поэтому, если религия старая, то и ладно. И, в принципе, хотя иудеи отказывались воздавать божеские почести императору, и это вызывало большие трения, в конце концов римляне махнули рукой и сказали, ну, пусть себе живут, ну, ладно, старая религия, как-то мы их привели к покорности, пусть себе, ладно, живут, поклоняются себе одному только Богу. И поэтому иудеи были таким терпимым меньшинством. На них римляне смотрели косо, но как-то позволяли им жить. А вот на христиан римляне смотрели с враждебностью, потому что они полагали это каким-то новым и сомнительным культам. И если христиане обрезывались, они могли сказать, ну, а мы просто вот такая разновидность иудеев, вы нас не трогайте. Ну, и римляне бы отстали. А апостол говорит, что нет, вот это принципиальный момент, мы нечто новое. Да, римляне нас будут за это не любить гонять, но мы нечто принципиально новое. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Итак, апостол говорит, что христианин свободен от закона. И он настаивает на этом, он произносит такую решительную речь, чтобы это подчеркнуть. И, конечно же, тут же возникает вопрос, ну и что ж теперь получается, что христианин может жить, совершенно пренебрегая божними заповедями, он свободен в Христе, он от всего этого свободен, что же тебе может вести какой угодно образ жизни. И апостол еще раз подчеркивает, он много раз подчеркивает в разных местах своих посланий, что нет, конечно, что это было бы полным непониманием вообще о том, что такое свобода во Христе. Он говорит, только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти. То есть человек, который пытается угождать своей плоти, своей греховной природе, говоря, а я теперь свободен в Христе, он, конечно, ничего не понял. Он не свободен в Христе, поскольку он просто не понял того боговестия, которое возвещает апостол. «Но любовью служите друг другу». Та новая жизнь, которую приносит Христос, в чем она проявляется? В том, что христиане любовью служат друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». В другом месте апостол говорит, что все заповеди сводятся к тому, что любить ближнего. Любовь не делает ближнему своему зла, и так любовь есть исполнение закона. Закон не имеет над нами власти в каком смысле. Он не может нас теперь осуждать. Мы искуплены из-под проклятия закона. Мы имеем Божие богословение. Мы усыновлены Богу, независимо от дела закона, но потому что Христос умер за наши грехи. Но закон в одном важном смысле сохраняет для нас значение. Закон показывает нам, чего хочет Отец. Заповеди для нас являются не источником осуждения, а наоборот, для нас теперь богословение. Заповеди указывают нам, в чем должна проявляться любовь. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И любовь проявляется в исполнении заповедей. Жизнь христианина характеризуется любовью. В чем именно проявляется эта любовь? В исполнении заповедей. И в любви к своим, прежде всего, братьям-христианам, ну, ко всем людям, но прежде всего к своим собратьям. И апостол говорит, «Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я говорю, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, чего хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Человек имеет, христианин имеет в себе святого духа, и он может к нему прислушиваться, он может ходить по внушению духа. Но христианин также имеет свою падшую природу, которая продолжает вылезать, которая продолжает претендовать на его поведение. И мы должны поступать по духу. Приводя современную аналогию, можно сказать, что вот есть приемник, в нем есть настройка, и мы можем настроиться на волну духа, мы можем настроиться на волну плоти. Допустим, плоть, моя падшая природа, раздражительно. Я прихожу в ярости, в негодование, когда что-то мне не нравится, когда люди проявляют ко мне непочтение, когда что-то идет не так, как я хочу. Это то, что хочет моя плоть. Но Святой Дух научает меня терпению. И я должен поступать по духу, а не по плоти. И они друг другу противятся, дух и плоть, так что вы не то делаете, чего хотели бы. Действительно, в жизни христианина такой конфликт постоянно возникает, когда я понимаю, что Богу угодно, чтобы я проявлял долготерпение, но плоть провоцирует меня на раздражительность. И вот в этой ситуации я должен повиноваться духу. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. И далее апостол говорит, о чем состоят эти дела плоти и духа. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распир, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. В современном русском языке слово плоть, оно ассоциируется с сексуальностью. Для апостола Павла это слово шире гораздо. Это падшая человеческая природа в целом. То есть такие вещи, как гнев, распир, разногласия, волшебство, идолослужение, вот они тоже относятся к делам плоти. Это то, что творит наша падшая греховная природа. И люди, которые поступают по плоти, то есть люди, которые совершают эти грехи, живут в этих грехах, Царство Божие не наследует, об этом апостол предупреждает. То есть апостол прямо говорит этому вопрошающему, который ему говорит, ну как же мы теперь свободны от закона, будем теперь, вот теперь пустимся во все тяжкие. Апостол говорит, нет, конечно. Если вы пустились во все тяжкие, это значит, что вы не являетесь просто христианами, у вас нет святого духа, вы им не руководствуетесь, и увы. И далее апостол говорит, под же духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Очень важно, что апостол говорит, в чем проявляется подлинный духовный опыт, из чего видно, что в человеке святой дух. И есть много людей, которые притязают на то, что у них духовный опыт. Вот это духовное и духовное. Вот в них там святой дух. И в чем себя на самом деле проявляет святой дух? И апостол не говорит про чудеса, апостол не говорит про какие-то удивительные знамения, апостол не говорит про какие-то мистические переживания. То есть это может быть, но это не главное, не в центре для него стоит. Он говорит, под духа это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Итак, плоды духа носят прежде всего нравственный, этический характер. Действие святого духа в человеке проявляется в том, что его характер меняется. Он становится другим человеком. Он проявляет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Этот список стоит заучить, чтобы его помнить, потому что первый плод духа это любовь. Это проявление любви к людям. Это радость. То есть когда человек угрюмый, озлобленный, у него масса претензий ко всем, это не плод святого духа, это как раз плод плоди. Мир. То есть человек, который пребывает в мире с Богом, и он распространяет этот мир вокруг себя. Это не человек сварливый, не человек конфликтный. Долготерпение, то есть способность без гнева, без раздражения, без ярости переносить что-то неприятное и утомительное. Благость, милосердие, то есть доброта и любовь к людям. Вера, кротость, воздержание. Кротость – это добродетель противоположной ярости и гневу. Ярости и гневу. То есть кроткий человек, он способен вести себя мирно, он способен вести себя тихо в ситуации, которая гнев провоцирует. То есть нечто прямо противоположное гневу. Гнев назван выше в ряду дел плоти. Нам может, кажется, казаться это необычным, поскольку в мире гнев – это считается что-то такое, ну, правильно, хорошее. Вот праведный гнев – это так вот, это хорошо, это круто. Вот я предаюсь праведному гневу, я чувствую себя очень хорошим, очень справедливым, таким ангелом со сверкающим мечом. Апостол говорит, нет, гнев – это дело плоти. А плот духа – это крутость. Это когда я не гневаюсь. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть наша прежняя греховная природа, она распята со Христом, и она умерла. Мы мертвы для нее, мы почитаем ее мертвой. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. И вот это плоды святого духа в жизни человека, они должны проявлять себя определенным образом. Например, в том, что человек не будет тщеславиться, раздражать друг друга или друг друга завидовать. Как сказал один из святых, кротость ни на кого не гневается и никого не прогневляет. И полагает это совершенно чуждым себе. Крутость ищет мира, ищет спокойствия, ищет примирения со всеми людьми, никого не раздражает, никого не завидует. Это была беседа о пятой главе послания святого апостола Павла к Галатам. Мы проводим ее в рамках библейского портала Эбезегет Ру.